привет народ привет всем как говорится наконец-то я сел делать это много страдальное видео для меня потому что вы знаете блин чтобы сделать такого рода плана видео это нужно очень много времени но все равно я вам пообещал я и сам себе пообещал если что-то обещаю я пытаюсь обещание моё сдержать так вот сегодня речь пойдет про обратную совместимость на xbox one консолях про игры которые поддерживаются поэт по этой самой обратной совместимости с xbox original сразу в начале видео такое небольшое небольшая информация что в принципе как я знаю это видео направлено на таких знаете на хардкорных зрителей потому что я видео делить не буду она будет двухчасовое может быть два с половиной часа не знаю как пойдет потому что я собираюсь в этом видео показать все игры которые только поддерживаются по обратной совместимости но здесь сразу такая небольшая сноска что всего на консолях xbox one microsoft сделали нам 39 игр которые поддерживаются по этой самой обратки у меня в коллекции я имею только 26 игр в принципе имею все то что мне надо было мне не хватает 13 игр но я их не буду покупать потому что они мне вообще никак не интересно просто никаким боком но две игры я вам к сожалению не покажу так как их у меня нету в коллекции это речь идет о ниндзя гайден black офигенная игруха и star wars джедай night джедай академии то есть звездные воины академия джедаев проблема в том что эти две игры я найти то их без проблем но они очень дорого стоят и очень очень всегда в плачевном состоянии то диск потресканный то царапины я прекрасно понимаю что для обратной совместимости это абсолютно не помеха то есть как вы знаете вы вставляете диск вам скачивает ваша консоль с интернета полностью как бы образ так называемый этой игры то есть диски могут быть убиты потресканы они играют роль ключа такого знаете дигитального или как бы знать знаете как бы если у вас есть диск то у вас есть разрешение скачать эту самую игру с и xbox store так вот эти две игры когда-нибудь я все равно прикуплю но ничего короче сейчас идет речь о этих 26 игр и опять же еще небольшая информация если кто не знает то обратная совместимость работает так вы берете диск который поддерживается по обратной совместимости на консолях xbox one вставляете его в консоль скачиваете игру играете все игры которые идут по обратке на консолях xbox one x все идут в 4к то есть это конечно не полная 4к но это намного больше чем full hd и даже больше чем 1440 то есть игры идут просто загляденье и просто вырви глаз как это все четко на консолях конечно же xbox one 2013 года и xbox one s все эти игры идут full hd но и даже там они выглядят мое почтение но все равно я предпочитаю конечно же в этого все играть на xbox one x чего и вам желаю только так вы сможете насладиться полностью всей графикой вот это которую нам сейчас microsoft любезно предоставляют так вот и знаете вот эта самая интересная фишка такая что на xbox 360 больше 600 игр поддерживаются ну 200 которые есть на физических носителях вы знаете я тоже делал видео состоящее было из десяти циклов из десяти видео такой цикл видео я там вам полностью все эти 200 игр показал которые есть на физических носителях и интересно что xbox original видите microsoft нам дали всего 39 ну 40 штук я знаю с чем это связано это связано конечно же в первую очередь с лицензиями потому что многих фирм уже нету многие фирмы по закрывались и просто уже никто не знает где лицензия кому что принадлежит и microsoft приходится столько бюрократии переделать чтобы нам дать какую-нибудь одну игру по обратке но да ладно короче ребята я постараюсь как можно побыстрее сейчас отстреляться потому что многие игры я про них ничего не знаю я хочу с ними только знаете как бы ознакомиться и вообще это видео будет интересно тем людям кто в принципе на себе испытал пережил так сказать шестое поколение консолей это xbox original и playstation 2 у меня была playstation 2 к сожалению мне не было xbox original но ничего сейчас я все это наверстаю так вот ребята начнем с игры мы кстати идем по алфавитному в алфавитном порядке так как мы делали это с xbox 360 играми которые поддерживаются по обратке на xbox one x так вот первая игруха armed and dangerous я когда увидел ее по обратке я в первый раз столкнулся с этой игрухой в принципе я ее вообще ничего не знал о ней абсолютно я ее включил самое первое что меня встретила на так сказать на экране это ее формат формат экрана знаете он здесь как бы 21 к 10 по моему то есть не 16 на 9 а знаете с такими черными балками сверху и снизу то есть такой синемаскоп игруха представляет из себя такой шутера третьего лица вы просто бежите и просто без башенов всех расстреливаете не сказать что мне такое нравится но раз она есть по обратке я с ней ознакомился и даже не знаю буду я проходить эту игру не буду но все равно рад что она у меня в коллекции может быть когда-нибудь я заценю но вот когда я описал геймплей я кстати ребята буду по две минуты геймплея вставлять в 4к все как надо чтобы вы точно посмотрели как эти игры выглядят на xbox one x так вот бегаешь стреляешь у вас по моему каждый второй уровень меняется персонаж по моему точно не знаю так что как-то так как-то так я не буду открывать диски мы будем это делать все как в том цикле видео с xbox 360 потому что это все стоит времени распаковка вот эти диски мы просто посмотрим на них и посмотрим на геймплей все Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Что особенно в последних уровнях повторюсь И еще один такой большой минус Который реально раздражает Я не знаю с чем это связано Но в игре есть заставки Которые сделаны не на движке игры А сделаны фильменными такими заставками И вы их Когда вы стартуете уровень Вы не можете их пропустить Они иногда идут по 2, по 3, иногда по 5 минут И вы сидите и ждете, ждете, ждете Я не понимаю с чем это связано Почему сделала Electronic Arts Такую вот ерунду Что нельзя пропустить заставки Я не знаю Короче Если вы сейчас хотите ознакомиться С игрой Black Которая вне сомнений Относится к лучшим шутерам От первого лица на консолях Да и в принципе даже и с ПК С прошлым поколением ПК игр Он может очень-очень сильно посоревноваться То я вам рекомендую ознакомиться С этой игрой именно на Xbox One X В почти 4К разрешении Потому что это того стоит Это просто-напросто того стоит Повторюсь Обалденный звук Обалденные локации Как всегда, конечно же Если вы, как говорится Очень такой большой патриот России Как я посмотрю Потому что в моих видео Очень часто встречаются люди Которые пишут Почему у тебя флаг американский на столе Им приходится объяснять Потому что речь идет о Xbox Microsoft Это американская консоль Из-за этого у меня флаг на столе Не из-за того, что я какой-то там патриот Америки Или у меня проскальзывает постоянно В моем видео Вы знаете, я сам живу в Германии Уже более 20 лет И у меня все консоли Все мои вообще девайсы Все стоят на немецком языке Мне пишут Если ты говоришь по-русски Почему ты тогда Ставишь меню на консолях На PS4 На Xbox One X На немецком Ты что, русофоб? Или там реально просто пишут Такие комментарии Я просто не знаю Откуда эти люди берутся Короче, вообще Не знаю Как меня сюда А, так вот Вот Из-за чего Да, русофобство-то Вот это пошло Так вот, ребята В этой игре Вы по всей игре Убиваете русских То есть Для меня Это Знаете Это игра Это так же, как и старые Фильмы 90-х То есть русские Они всегда были плохими И это намного круче Когда русские плохие А не какие-нибудь китайцы То есть Этим самым Америка Подтверждает Что они очень боятся русских Вы Да и я В принципе Как и русские Мы все люди Мы должны гордиться тем Что Америка Нас всех боится И именно нас Берет как Глобальную угрозу В игры или фильмы Но вам было бы прикольно Если бы Например Везде бы В играх Или в фильмах Были бы французы Например плохие Что кому французы сделают Да ничего Только Америка Только Россия Как здоровая держава У которой есть Атомное оружие Только вот ее И Китай всех боятся Так что я только за Чтобы в играх Как можно больше Пропагандировали русских Чтобы их все боялись Так что я не понимаю Здесь можно повернуть Знаете По разному Вот это все Но есть люди Которые новый Модерн Варфейр Не понимают Но и опять Сейчас очень тонкий лед На котором я сейчас двигаюсь Так что давайте ребята Просто Напросто забудем об этом Обалденная разрушаемость Обалденные партикли Короче Игрушка Просто не знаю Какая офигенная Ребята Обязательно Ознакомьтесь С ней По обратной Совместимости Но именно Подчеркиваю На Xbox One X Только там Насладитесь Вы всей красотой Блэка Вы боже мой Это мой ход Вся Вся Типа Вся Мне нравится Так И Слышно И Но Вся И Слышно И Вся Слышно Слышно Субтитры сделал DimaTorzok 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 Собирал DimaTorzok Ну вот это вот вы понимаете о чем я Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все фильмы, музыка, игры Так что нет на Xbox Original Игр на русском языке И это в принципе одна из них Вот этот котенок бегает Что-то там прыгает Короче никому не советую Ни в коем случае эту игру Только если вы как и я Очень такой знаете Человек который хочет Ознакомиться со всей этой Игровой индустрией Прошлого ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка Играет музыка Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Короче, не знаю, Microsoft вообще любят играться со временем Вы посмотрите, то TimeSweep, то, например, потом Remedy, когда они сделали Quantum Break Потом, когда они сделали Forza Motorsport, можно отматывать все назад Короче, прикольно Видно, что Microsoft очень нравятся вот эти вот временные проделки Или как это еще можно сказать, не знаю BloodRayne 2 Единственная Не единственная, а самая первая игра на Xbox Original Которую я сам распечатал Она была нулевая Если кто-то из вас смотрит мое пополнение коллекции на канале Мы уже подходим к 70 выпуску Блин Это была первая игруха, которую я сам распечатал И это было просто обалденное чувство И неимоверное удовольствие То есть, такого удовольствия я не получаю от современных игр То есть, здесь она была запакованная Она несколько десятков лет уже пролежала В заперти, так сказать, диск Я его открыл Там книжка Там идеальный диск Короче, классно Очень классно О самой игре Что-то у меня с горлом непонятно Извиняюсь, ребята Что-то как-то Может быть, надо поставить на паузу Да, чуть-чуть Чуть-чуть Я не знаю, водички попить там Или передохнуть Не знаю Ну нет Будем до победного Так вот, BloodRayne 2 Ни в какое сравнение Не Короче, ни в какое сравнение Не идет с первой частью Первая часть Это был такой первопроходец Который я просто обалдел Какая офигенная задумка была Вот эта вампирша Тетка И вот этот геймплей Знаете, такой расчлененка Кровь кругом Брызги крови на стены Отпад рук Отрезание голов Вот это все Как, блин, мне это нравилось Короче, было обалденно По-моему, это первая игра В которой увидел расчлененку В таком виде И самое интересное Первую часть я проходил Конечно же, на компьютере Я ее раза 4 там прошел Я был всем доволен Классно Такой, знаете, такой Хардкорный Хардкор Тех времен Офигенно И потом как-то Когда у меня появилась Чипованная Плейстейшн 2 Я ее решил перепройти На Плейстейшн 2 Так как Блад Рейн первая часть Тоже там есть И на Иксбокс Ориджинал Так же она есть Но по обратке Поддерживается почему-то Именно вторая часть Не знаю Первую часть я надеюсь Может когда-нибудь Нам завезут Не знаю Так вот Первую часть я играл На Плейстейшн 2 И я обалдел Просто Какая там Убогая графика Была по сравнению С компьютером То есть там Была не только Версия на минималках Там просто Чуть ли не совершенно Другая версия была Там было видно Полигоны Там не было теней Игрушка притормаживала Все как-то Непонятно было Короче Тогда я очень сильно Разочаровался И когда вышла Вторая часть Было тоже Такое же Разочарование То есть на компе Все классно На Плейстейшн 2 Убога Самое интересное Что даже Как вы знаете Xbox Original По своей начинке Превосходит Немного Плейстейшн 2 И даже Самое Вот это вот знаете Как мне было неприятно Так как у меня была Только Плейстейшн 2 И я был молод Как вы знаете Когда человек Имеет одну консоль И молод Он Просто топит За свою консоль И не предпринимает Никаких фактов Ничего Что другая консоль Конкурента Лучше Нет Я стоял на своем Что Плейстейшн 2 Это лучшая консоль Всех времен И народов В принципе Оно так и оказалось Но я имел ввиду Графику Знаете Но нет Самое интересное Первый уровень В Бладдрейн 2 На Плейстейшн 2 Не было никаких Отражений На полу То есть здесь Такой пол Представьте себе Вот такой вот И вот как здесь Отражается флаг Там отражалось Все заведение Сама вот эта вот Девчонка Я кстати не помню Как ее зовут На Плейстейшн 2 Этого отражения Не было То есть там был матовый пол И когда я увидел Иксбокс Ориджинал Версию Где-то у нас в магазине В медиамаркте Там люди играли Я тогда понял Что блин Да Здесь я хоть Хоть кричи Хоть не кричи Но Иксбокс Ориджинал Мощнее чем Плейстейшн 2 И надо с этим что-то делать Но так я ее и не приобрел Так что остановился На компьютере На Плейстейшн 2 Первую и вторую часть Невозможно играть Можно Конечно Можно Если себя пересилить Но зачем это делать Если например Первую часть Можно поиграть Я думаю Можно будет поиграть Где-нибудь на компе Который там Я не знаю Хоть как-то Можно графику подтянуть Если вы сейчас Подключите Плейстейшн 2 К телевизору Вы упадете конечно же Также Иксбокс Ориджинал Даже с вот этой Обалденной графикой Если вы сейчас Подключите к телевизору Ну это будет Так себе удовольствие А вот по обратной Совместимости Вторую часть Можно пройти Просто Классная тема Обалденная музыка И обалденная Вот эта героиня Как же она мне нравилась Я смотрю Сейчас все больше и больше Почему-то У нас Отражений Блин Я надеюсь Вы хоть что-то увидите Ну Самое главное Я вам покажу Собственно Как все эти игры Идут на Иксбокс Вон Икс А вот эти все Скрин Нам как бы Нафиг не нужны Так что Блад Рейн Вторая часть Ребята Блин Какие же Офигенные игры Раньше делали Да С сейчасшним Времени Вообще не сравнится Раньше делали Какие-то Какие-то новые Франшизы Какие-то экспериментировали С играми Как-то все Интересно не было Я не знаю Сейчас все Одно и то же Одно и то же Хм Хм Найс джойт Зи сгод Зи сгод Продолжение следует... 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 вот эти все ваши приблуды, которые вы поднимаете с пола, то есть это нафиг не надо было, от этого можно было бы избавиться, потому что очень много времени, особенно в перестрелках, когда 2-3 человека на вас нападают с огнестрельным оружием, то со всех сторон, даже на изи, вас так быстро здесь убивают, и вот этот хардкорыч прям начинает выбешивать, но я все равно, знаете, как говорится, стиснув зубы, попытался побегать, и даже в некоторых местах мне стало интересно, так что обязательно я буду проходить игруху, потому что таких игр больше нет, то есть никаких эквивалентов, никаких альтернатив таким игр нету, и вот когда вот эти вот появляются, это, знаете, чуть ли не Немезис с Resident Evil 3, блин, кстати, Resident Evil 3 скоро уже через месяц, ребята, подойдет, или через полтора, 3 апреля, блин, как я жду этого дня, так вот, как только вот эти люди попадаются, блин, если их можно назвать людьми, у них какая-то броня есть, то есть вам сначала их надо руками проработать, потом огнестрелом, короче, очень трудно, очень трудно, но в то же время занимательно, опять же, игруха выглядит, мое почтение, идет в оригинальном формате 4 на 3, то есть с черными балками слева-справа, я это, кстати, забыл в тех играх упомянуть, но в некоторые, некоторые игры идут в оригинальном формате, то есть с черными балками, некоторые идут 16 на 9, но это, в принципе, я люблю, когда игры идут в настоящем формате, в таком, в каком они шли на консолях на шестом поколении, я не люблю, когда берут и растягивают картинку, мы еще дойдем там до одной игры, где меня это взбесило, но не на Xbox Original, а на PlayStation 4, также эта игра с PlayStation 2 доступна, на PlayStation 4 можно скачать через Store, но мы до туда дойдем, так что, ребята, Breakdown ни в коем случае не советую. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Но поиграть можно, очень трудно Немоверно обалденная игруха, это Konka Live and Reloaded Был оригинал на Nintendo 64 Так выстрелил, как не знаю что и Rare Microsoft, как вы знаете, она принадлежит уже давно Microsoft Просто-напросто заставила их делать ремастер Или даже не ремастер, а ремейк Той игры, которая была на Nintendo 64 Для Xbox Original И что из этого получилось, ребята, вы не представляете Опять же, сразу начну с минусов Потому что их очень много Самый первый минус в игре это камера То есть, куда бы вы не поворачивали Вам всегда будет по всей игре Неудобно управлять вот этим вот бельчонком Просто, а есть еще такие моменты Где вам нужно как в платформеры Прыгать куда-то, что-то Я не знаю, где-то зацепиться И если вы, например, промазываете Вы падаете, умираете, начинаете с чекпоинта Очень-очень много фрустрации и боли в этой игре То есть, ну вообще невозможно с камерой побороться И, как вы знаете, Xbox Original Игры никаких патчей не выходят никогда Так что, очень-очень все убого Насчет управления Управление топорное Неинтуитивное Ужасное Плюс камера здесь не дает ничего сделать вам нормально Плюс вас начинают стрелять Вы умираете вообще за секунды за какие-то Но в игре также есть очень много плюсов Это, конечно же, первое Это графика То есть, на Xbox Original Я не представляю вообще, как Как вот такую графику запихнули туда То есть, на PlayStation 2 я ничего подобного не видел Да, там были God of War Обалденная графика Но в God of War графика вся Знаете, была такая Стилистичная И ни в одной игре не использовались Не использовались обалденные шейдерные эффекты воды, например Или шерсти Здесь обалденная вода Такая с таким, знаете, ну вы знаете, как вода должна выглядеть Офигенный эффект шерсти Что на нем, что на других персонажах Понимаете? И обалденные эффекты травы То есть, тут трава не та, как на PlayStation 2 Ее или вообще нету Или там одна травинка стоит Нет, здесь реально много травы И она вся шевелится У меня просто глаза и мозги выпали Когда я увидел, что такое Было уже на Xbox Original Игруха неимоверно крутая Смешная Сколько здесь черного юмора Сколько здесь сортирного юмора Не сказать, что он мне нравится Но для того времени это было окей Так что сейчас, когда вы будете играть в эту игру Ребята, вы просто попадете в другой мир Если кто-то не знает про этот эксклюзив Он, кстати, я его наконец-то купил недавно На физическом носителе Он мне обошелся в очень дорогую цену Так сказать, в копеечку Мне влетело Ой-ой-ой, как Но я хотел эту игру именно На физическом носителе Иметь у себя в коллекции Так что, чего и вам желаю Обязательно поиграйте Дайте этой игре шанс Короче Вообще Все просто на высшем уровне Мы ее, помните, да Недавно она у нас была В пополнении коллекции Так что, в принципе Я уже все показал здесь Конка Сидит, бухает со своими друзьями В баре Ему становится плохо Он выходит на свежий воздух И потом думает Нет, что-то у меня все, знаете Уже плывет Надо идти домой И пока он идет домой С ним С ним Приключаются вот эти вот передряги Есть на все фильмы отсылки На Чужого На Матрицу На Спасти рядового Райна Какая здесь кровища Расчлененка Как все классно Обязательно Обязательно На прохождение Ребята Просто Опять же повторюсь Очень много Здесь Так сказать Вот этих Тормозов Которые тормозят Ваш фан Это, как я уже и сказал Это вот эти все минусы Которые я перечислил Это убогое управление И камера Которую, блин На первых же минутах Ты не представляешь Блин То ли забрасывайте Эту игру То ли себя пересиливайте И ее играть дальше Но я вам советую Себя пересилить В нее поиграть Это, кстати, игрушка Поддерживается Также на Xbox 360 По обратной совместимости Но только, конечно же На Xbox One X Она здесь показывает Свои мускулы Знаете Потому что он в такой графике Я повторюсь Она уже была офигенная Сейчас она просто Еще лучше в 4К Класс Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Продюскаете Выглядит офигенно Мне пришлось ее Заказать Я не помню С какой-то страны Непонятной Как она называется То есть игра полностью На английском Что же за страна Тобла Новая Зеландия По-моему Ли откуда Потому что В Америке я ее не нашел У нас и в Европе Она не выходила Потому что В то время У нас было Очень-очень С этим Совсем строго Если в игре Показывают Очень много Крови Вот Такую Чуть ли не Эротику Знаете То Она у нас Как бы Пр Studios не выходило в свет, так что мне пришлось ее импортировать диск прекрасно распознается как в принципе все диски распознавался приставкой и мне скачалась американская версия, то есть все классно офигенно, в игре очень много мини игр, то есть например второй уровень вам нужно прокраситься там куда-то и вот эта танцовщица стриптизерша танцует на переднем плане и у вас идет квиктайм вы должны нажимать квиктайм чтобы она с ритма не сбилась и если она сбивается с ритма, то мужики, которые стоят вокруг они на нее уже не смотрят, начинают смотреть по сторонам и вас замечают, то есть прикольные, прикольные как бы задумки, надумки но все конечно же опять топорно ребята, потому что гейминг прошлого шестого поколения, от этого никуда не деться все очень топорно и примитивно, но блин, играется мое почтение как, то есть реально интересно стрелять, это одна из немногих игр на Xbox Original да и на PlayStation 2, где реально интересно стрелять, вот например Black интересно стрелять, это шутер от первого лица был, и Dead to Rights это уже шутер от третьего лица, здесь точно так же интересно стрелять, то есть я надеюсь вы сами это увидите Субтитры сделал DimaTorzok oid, что это Субтитры сделал DimaTorzok Д months left у нас в totally resture субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поиграйте, поиграйте, оно того стоит... Здесь по-быстренькому... Это destroy all humans, то есть убей всех людей. Вы инопланетянин, убиваете людей, бегаете по открытому миру, город, какие-то деревни, какие-то леса. Очень много такого, опять же, черного юмора, но этот юмор мне не сильно нравится. Сама игрушка прикольная, побегать, я не знаю, именно из-за этого на днях, а может уже вышло, а может на днях только выйдет Destroy All Humans Remastered для PlayStation 4 и Xbox One. Я еще думал, покупать ее или нет, но скорее всего для коллекции возьму. Больше ничего не могу сказать об этой игрухе. Я проходил ее на PlayStation 2, но так и не прошел, потому что в конце начинают очень-очень неприкольные миссии быть. Сложные, и когда ты умираешь, по-моему, всю миссию начинаешь сначала. Короче, так себе, так себе. Я ее взял чисто вот, когда узнал, что она поддерживается по обратной совместимости, думаю, ну пусть будет, боже мой. Но никому ее не советую, ребята. Не знаю, что-то вот такие игры не по мне, но я прекрасно знаю, что у нее полно фэнов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА